Путин избрал более мягкий вариант, он проблему обеспечения Крыма решил через Крымский мост. В том числе это было выгодно для олигархов путинских, которые на этом заработали, на этом Крымском мосту. Но и Путин, видимо, после событий 2014 года действительно понял, что активные военные действия будут уже чреваты серьезными потерями. И это уже будет не прокси-война, в которой вроде бы не Россия, а сепаратисты воюют. А это уже будет прямое военное столкновение между Россией и Украиной. И кризис в отношениях с Западом будет гораздо больший. И потери будут большими. А сейчас так тем более. Все-таки потенциал украинской армии при всех проблемах, которые, к сожалению, есть, но все-таки потенциал намного выше, чем это было в 2014 году. Поэтому, с одной стороны, риски и потерь будут останавливать Путина. Не будет никакого близкрига. И проблем возникнет для россиян гораздо больше. С другой стороны, подобная военная операция, она сорвет все те дипломатические усилия, которые были предприняты Путином в последние годы. Конечно, есть риск. Вот где есть риск, Путин может воспользоваться теоретически вот тем переходным периодом, который сейчас в американской власти. Пока, как бы, еще нет официального решения о том, что уже Байден стал президентом. Вот только в начале декабря соберутся выборщики. И есть там определенная напряженность в этом переходном процессе. И, конечно, Путин вот этой ситуацией может воспользоваться. Но все-таки останется проблема Европы, в целом отношение с Западом. И, кстати говоря, не дай бог, конечно, если что-то подобное случится, но это может консолидировать и демократов, и республиканцев США. Поэтому потенциально риск есть, но он, я думаю, все-таки относительно невысок. Так, Путин, я думаю, будет решать проблему воды несколько иначе. В том числе, кто-то из олигархов, наверное, российских на этом будет зарабатывать. Как господин Ротенберг по мосту, да, имеете в виду, например? Совершенно верно, да, совершенно верно. Это уже такое привычное для Путина. Приятное с приятным, вернее. Совершенно верно, да. И проблема решается, и его ближайшее окружение, может быть, он сам на этом зарабатывает. И риски конфликта, и новых санкций, кстати, тогда сводятся к минимуму. Тем более, что сейчас, в условиях, когда российская экономика и от нынешнего кризиса, и от падения цены на нефть и газ потеряла очень много, еще такая военная авантюра, она была бы, ну, очень рискованной для России. Редактор субтитров А.Семкин